За окошком идет дождь, но это не повод расстраиваться и грустить. Каждый понедельник на моем канале выходят практические уроки по академическому рисунку. Самое время для практического занятия. Залог успеха – остро подточенные карандаши. Обязательно приготовьте резак. Что же делать, если в вашем населенном пункте или там, где вы находитесь, нету профессиональных кахеноровских карандашей? А есть разные карандаши, но совершенно не похожие на профессиональные. Ответ очевиден. Мы их остро точим и рисуем теми карандашами, которые есть под рукой. Как говорится, плохому танцору и ноги мешают. Можно тренироваться и такими карандашами. Да, они не дадут того эффекта, который могли бы дать хорошие карандаши. Ну, что делать? Рисуем тем, что есть под рукой. Для таких практических занятий подойдут любые мятые листы бумаги любого формата. Не выбрасывайте мятые листы, не выбрасывайте испачканные листы. Именно для таких практических занятий, чтобы рука проснулась и вспомнила про ровные линии, как их рисовать, как держать карандаш, подойдут такие листы. Старайтесь прикреплять лист бумаги на планшет таким образом, чтобы края листа были параллельны краям планшета. Это очень важно при рисовании ровных линий. Если у вас лист будет прикреплен к планшету криво, то и, соответственно, очень тяжело будет равняться на параллельность линий. Это очень важно. Позже, когда рука привыкнет рисовать ровные линии, это уже будет неважно. Но для начинающих художников я советую все-таки лист крепить ровно. Очень важно направление карандаша по отношению к листу бумаги. Если вы держите карандаш параллельно листу бумаги, то штрих будет очень жирный и шероховатый. Карандаш необходимо держать по отношению к бумаге максимально перпендикулярно. Да, поначалу руке будет некомфортно. Многие для утопства вытягивают мизинец, потому что именно мизинцем очень удобно вести по бумаге. Перед линией вы можете несколько раз рукой провести карандашом по воздуху. Соответственно, чтобы рука почувствовала это направление. Это вопрос практики. Чем больше вы будете рисовать таких линий, тем в будущем они будут у вас ровные, красивые и четкие. Первое время будет некомфортно. Дайте себе это время попрактиковаться. Но это очень важно. Чем больше практики, тем лучше. Не забываем про расстояние от края листа до наших линий. И дальше дело фантазии. Каким образом, куда и в каком направлении вы будете вести линии. Сверху вниз, снизу вверх, под углом. Тут самое главное настроить руку, чтобы она рисовала разные ровные линии в разных направлениях под разным углом. Вот отличная практика, как тренировать руку. Чем больше времени вы будете этому уделять, с каждым разом будет легче. Дальше я вам предлагаю нарисовать несколько разных отрезков под разными углами. И делить эти отрезки на 2, 3, 4 и 5 равных одинаковых кусочков. Это поможет нам с вами в будущем. Ведь на моем курсе мы будем рисовать ткань, драпировку. Строить куб, строить шар. И постепенно перейдем к натюрмортам. Предлагаю вам выполнить несколько таких практических занятий. И немножко модернизировать их. Вы можете нарисовать любые неровные геометрические фигуры. Это могут быть трапеции, треугольники. Грани этих трапеций-треугольников вы тоже можете делить на отрезки. И от этих меток рисовать ровные линии. Все, что сейчас вы рисуете, нам поможет с вами в будущем. Продолжение следует... Спасибо за просмотр этого видео. Я буду благодарна вашему комментарию. Надеюсь, мои уроки помогают вам учиться рисовать. Дальше будет гораздо интереснее. Подпишись на канал, поставь колокольчик и не пропусти следующие видео по академическому рисунку и акварели. Продолжение следует...